Открытая сессия совета состоялась и в Коржевском сельском поселении. За 2018 год здесь произошло много положительных изменений. Но, как показала сессия, вопросов у населения еще много. Подробности в следующем репортаже. Принять участие в открытой сессии поселенческого совета пришли жители хуторов Коржевский и Шапарской. Гостей встречала выставка ярмарка местных сельхозпроизводителей. Эти люди живут и трудятся на родной земле, искренне гордятся ей и ощущают внимание власти к своим проблемам. Один из главных поводов для гордости – процент асфальтирования улиц хутора Коржевского. Асфальт. Почти все улицы. Я даже, главное, сказал, я так завидую. Она мне сказала, пока мы с нашей паре не будем, но ближайшие нам пообещали тоже. Коржевская находится на самой границе с Темрюкским районом и является своеобразными воротами по трассе на крымское направление. Увеличение трафика в последние годы создало ряд неудобств для жителей поселения. В летнее время трасса наша забита. Это и идет где у нас? Вот по центральной улице Октябрьской. Шурует. И что? Больший груз. Мало, что легковые. Больший груз. А тут же у нас и детки. Вот у нас далеко не брать сквер, выходят детки гулять. Задать эти и другие вопросы, а также заслушать отчет главы о проделанной за прошедший год работе, пришли десятки неравнодушных. Людмила Трегубова, глава Коржевского, доложила, что несмотря на дотационный бюджет, власти в 2018 году удалось сделать многое, работая на привлечение краевых и федеральных средств, а также благодаря поддержке депутатов ЗСК и Государственной Думы. По целевой программе строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 5 млн 597 тысяч. По целевой программе кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края на 2018-2020 год 3 млн 419 тысяч рублей. Она отметила, что поселение уделяет много внимания вопросам благоустройства. Эта работа нелегкая, но интересная, особенно когда видны результаты труда. Ремонт дорог и тротуаров, обустройство парковых зон и создание новых насаждений. Окост ссорной растительности, поддержание санитарного порядка на гражданском кладбище. Все это ежедневные заботы администрации, но задач стоит еще много. Конечно, будем продолжать тротуары, асфальтировать тротуары. Постараемся здесь, в том культуры, где крыльцо, там заасфальтировать, потому что и музыкальная школа, и ходят все жители и в магазинном центре, и в парку заасфальтировать. И все-таки начнем работу по прокладке дальше тротуара от улицы Крайней по Октябрьской, вдоль домика 29-30 до Донецкого сада, потому что там нужен тротуар. Участие в работе сессии принял глава Славянского района Роман Сенеговский, председатель совета Григорий Литовко. Глава муниципалитета дал свою оценку работы местной власти. Все эти работы выполняет не одна администрация, не только администрация. Спасибо всем, прежде всего и депутатам, и всем жителям, всем, наверное, хозяйствующим субъектам, всем индивидуальным предпринимателям, всем тем жителям, которые трудятся на территории Крайней, сельского поселения, благодаря которым собираются налоги, благодаря которым оказывается и помощь в проведении всевозможных различных мероприятий, в благоустройстве территории, в наведении санитарного порядка. В прошедшем году администрация Славянского района помогла поселению с приобретением оборудования для тренажерного зала, расположенного в сельском доме культуры. На этот раз жители обратились за содействием в организации освещения на местном стадионе. Очень много желающих ходить скандинавской ходьбой, но ходить вдоль дороги очень неудобно. Машин много едет, а летом вообще невозможно пыть и машины. Вы посчитайте, если что, мы вам поможем, и столбы, и светильники, это очень важно. Большим событием для всего поселения в ушедшем году стал капитальный ремонт, сделанный в детском саду Коржевского. Осуществить его помог депутат Госдумы Иван Демченко. Я хочу выразить огромную благодарность депутату Государственной Думы Демченко Ивану Ивановичу за наш капитальный ремонт нашего детского сада, за утепление, за ремонт фасада, за вставленные окна и двери. Также слова благодарности я хочу еще отнести и к вам, Роман Иванович. Спасибо большое за оказыванную помощь в этом ремонте. Спасибо вам. Да вам спасибо за теплый детский садик, за красивый. Теперь жители обратили внимание, что теневые навесы в группах тоже требуют ремонта. Сетуют люди и на то, что ремонтировать надо входную группу и систему отопления в Доме культуры. Глава района обещался действовать в решении этих проблем. Ряд вопросов, заданных из зала, касался организации медицинского обслуживания, в частности, недобросовестной работы скорой помощи. Роман Сенеговский поручил руководству ЦРБ прослушать записи звонков, поступивших в отделение скорой, и детально разобраться в ситуации. Ведь задача этой службы – немедленно реагировать на экстренные вызовы и не ссылаться ни на какие причины. Прозвучало на сессии и много положительных слов оценки работы местной администрации. Подводя итоги собрания, у депутата Совета поселения признали работу власти в 2018 году удовлетворительной.